Давайте начинайте. Хорошо? Отлично. Защиту приглашается Муану Елену с темой проекта. Взять концепцию «Конс-Плево» с том, о своем измещении ручки 160-летних. След. Создавая этот проект, я хотела показать этот снимок с новой стороны, но в кредике ее еще больше перечитать. Первая издание было в 1102-х, в 1100-х, в 1100-х, в 1100-х, в 1100-х, в 1100-х. В 131-м году она вышла под названием «Воседневный скреча», в которой, кстати, Галеровский не являлся самым на Сталогорском учреждении. В этом году ему исполняется 160 лет, что символично, так как в 2015-м год объявлен годы литературы в России. В заключении в 2000-е годы я обнаружила один недостаток. Когда я читала книгу, мне не хватало географической привязки к описанным местам. Есть книга о реальном городе. И мне стало интересно, где именно находится улица Грачевка, или какой-то лотокарь-ристоражный. Так родилась идея создания нового и уникального издания с картами фотографии, сравнивающего сегодняшний день с картами фотографии, и данные с картами фотографии. По ходу планирования проекта было решено добавлять исторические сноски по указываемым местам и личностям, по старевшим словам или зданиям. Для этого требовалась модульная сета, которая бы позволяла дьму текстового блока сотрудничать друг другу, а не сапеточить. Так как мое решение указывать исторические сноски по тексту, было удобно тем, что если бы эти данные были указаны в конце, как чаще всего это бывает в книгах, этот код привел к результату. Сперва определилось положение полосок, оно альбомное. Сноски располагаются на внутренней стороне полосок, преимущественно там, где именно указывается объясняющее слово. Галантит был на левом классе, у меня постоянный, это имя А, а у меня в книге. Галантит был на правом классе, у меня переменный, это данные лавы. Галанты предполагаются внешние помешки. Следующий. Далее необходимо было найти график управления карты объекта. Сперва я пришла к линейной техники карт, что по аналогии как старинные руководительные карты. Сами карты планировалось приглушить на 30% по отношению к зданию, чтобы выделить последнее. Улицы, упоминаемые в тексте, должны переделаться двойной обходкой линии. На зданиях применялось таково каким-нибудь словом, но при данном варианте объекты все равно делались на карте и создавалось впечатление нового. Следующий. Следующий. Если в книге упоминается все, И тогда я пришла к новой технике карт, линейных технологий. На них, улицы, на которых много наносится название, указываются устолченные белой линией. На фоне сам фонд карты это 30% черного. Название тех улиц, которые упоминаются в тексте, наносится на 100% черного. Название улиц, которое служит для ориентира по карте, наносится в 10% черного. Следующий. Если в книге упоминается старое название улиц, то сначала пишется оно, а потом сколько указывается современное название улицы. Станция метро указывается белым цветом для ненавязчивого ориентира по карте. Если название приходится, чтобы оно завязало на белой улице, то тогда залезающий рух, который выделяется, введите с документами черного. Следующий. Следующим этапом является производство зданий и объектов. Графики линейные, штриховки. И только на некоторых зданиях образовывается текстура ключа. Мне было важно показать здания такими, какими видел их аппетитами, поэтому все здания прорисованы с упором и с учетом. Следующий этап. Так выглядит итоговый вид полосы из карты. Сама карта указана в конце каждой полосы. Такое решение будет на вас, потому что, если указывать в начале карты, то будет еще не понятно, по каким зданиям уйдет речь, какие улицы. А указывать по тексту, то есть, как по тексту указывать, то есть положение карты, полный цельсообразно, потому что, как преимущественно во всей книге, каждая глава, она рассказывает об одной части. И все здания можно поместить только на эту карту, и поэтому эту эту карту я решила использовать все эти течения. Располагается именно в конце концов. Управлением карт применяется в стилистике старинных рамок. В правом нижнем углу указывается компас. Если карты повернуты, то такой специальный компас у вас будет запуститься в зависимости от управления. Снизу у меня указывается точный адрес расположения объектов. Вычий адрес, видите, они на сих пор нам еще работают. Следующий. Начало плавшего стилы представляет собой разворот, на котором в левом полосе на плавшем 50% черного. В белом цветном пишется название плавы, а в правой полосе у меня представлены фотографии конца 19-го, начала 20-го полоса по тем местам, которые будет описываться в плане. на правую полосу приближается в хайпе с современным предположением этого же места с как можно максимально приближеным рамком, если не позволяло это отличилось сделать. Все вставляют и современные, сделанные мной в 2017 году. Следующий. Здесь должно быть видео, которое не проектовается на данном посуде. Пошла или нет? Нет, расскажу. Данный вход показывает скоротечность племени как меняется Москва. Например, когда-то Петровка, здесь испорчена Петровская площадь, это был объем с пристанищем воров и нищих, то есть очень такое было неприятное место. Сейчас же на этом месте делается очень милый и блюдный стрель. Ну или на месяц в следующем сагате должна быть Варварский ворот, но ее нет. В общем, изменения разительные предложения. Технические характеристики. Основная обложка выполняется в танец, с тиснением сердцевой пробой. Супер обложка это головная бумага для выпаденных техник прорисовывания зданий и стакан. Размеры книги у меня 200-210 форичество полосок 430 плотность бумаги основного плода 115 биловная бумага 250 красиво. Технические формирующие 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 есть 4 смотровые площадки но там только с экскурсии я присоединилась с кем-то не на смотровой можно, а внутри можно заплату А как вот часть технического такого вопроса сказали, что у вас интересует? Ну, у меня была запечатанная фотография, и я ее... Вот там чуть-чуть вниз он? Да, ну, там просто я уже потом начала просчитывать, где сколько окошек видно, ну, в общем... Вот, действительно, на видео это было очень хорошо видно, но я видел, ну, не проигрывается, шанс. Так что, может сказать, что вы заранее начали делать, да? Да! Я, если честно, начала делать в аварии. Ну, это последняя фотография. А? Дредняя фотография. Ну, это сейчас я делала, когда подошла к... Ну, нет, фотографируйте, извините, фотографируйте, я именно жила хорошего года. С хитрофчиком, вот здесь, вот здесь виден сосед, он вот... Ну, вот только он открылся 1 мая, поэтому до этого там был забор и стройка, он только открылся до этого. А так все, да. Пиццы. Особо... Стиль изложения БКР ясный, четкий, с использованием профессиональных терминов в сфере дизайна. Особо надо отметить хорошее знание мату основ общепрофессиональной дисциплины. Таких графических дисциплин, как рисунок от руки, фотография, уверенное использование графических редакторов. Сказанное, безусловно, свидетельствует о практической значимости выпускной квалификационной работы. Исходя из изложенного, представленная выпускная квалификационная работа заслуживает высшей оценки, а мату присвоения соответствующей квалификации. Лена у меня обучалась, по-моему, четыре семейства. И плюс еще можно и больше. Никаких проблем студенты не было. Когда все вовремя сдавало, у меня есть очень хорошая черта. Такое стремление к совершенству. Чтобы сделать хорошо. Но вот книгу видели. К сожалению, эта книга сделана не полностью. Тут как бы рыба для объема стоит. Но в самом начале Лена пыталась сделать эту всю книгу. Всю. Но более опытные товарищи ей говорили, что она это не успеет. Но она старалась, стремилась. Сколько получилось в результате? 12. 12? 12. Ну, было такое желание. Поэтому, собственно говоря, я думаю, что Лена много научилась, мне кажется, за время диплома. И в течение самого проектирования диплома тоже не было особых никаких проблем. Хотя была поменена тема. Да, тема была поменена. Уже дипломное проектирование началось, а тему заменили. У Сулена какая-то такая непростая любовь к Москве. И была найдена такая, по-моему, удачная тема, которая связана и со 160-летием, и очень уж с Москвой связана. Первая тема вообще была совершенно другой. Ну, вот, кстати, это говорит об определенном профессионализме. Сначала один настрой, потом другой настрой, но результат есть. Поэтому доволен работой с Леной. И считаю, что комиссия тоже оценит ее за достоинство. Спасибо. Здравия вас. Спасибо.